Эти ребята тщательно скрывают свое волнение. Надо еще проверить, все ли готово в зале, а потом сразу на улицу встречать одноклассников. Виктория подружек уже дождалась. Теперь они смогли увидеть платье, которое Виктория купила еще до Нового года. Черное платье сочеталось с синим, с таким достаточно благородным цветом. И расставляло небольшие акценты в маникюре, в прическе, клач. А вот ее подруга Елизавета выстроила свой образ на модных тенденциях. Пастельного цвета платья и высокий каблук. Но в отличие от подруги, акцент сделала на прическе. Я сегодня с 9 утра была в прихмахерской. Пришла домой, не спала, ничего. Ходила, тяжело, конечно, с ней. Но мне эта прическа очень понравилась. Мне прихмахер сделал, я была в восторге. Анатолий честно признается, что перед балом не расчесывался. А вот в костюме решил объединить три цвета. Так его не будут сдерживать рамки. За трехцветным костюмом он и отправился на Украину. Так получилось, что мама взяла меня за ручку и повезла в Харьков вместе с отцом. Папе тоже это не понравилось. Ну, короче, мы съездили, мне купили костюм. Десятки гостей и прохожих остановили свой взгляд на Екатерине. Именно такую реакцию ожидала креативная девушка. Я хотела как-то выделиться. Я долго очень мерила платье. И когда померила это платье, другие по сравнению с ним были как-то тусклыми на нем. И очень дерзко выглядят. Выделиться хотели и другие выпускники. И вот только выбрали совсем иной метод. Шикарный белый лимузин к порогу тюза – самое то. А чтобы торжественно перейти на новую образовательную ступень, выпускники после бала, то есть на рассвете, вместе должны пройти на высоких каблуках по просыпающемуся городу.